Тем временем французская полиция намерена в самое ближайшее время провести анализ ДНК ликвидированных террористов. Это необходимо для опознания и выявления тех, кто мог с ними контактировать. Впрочем, подозреваемых в соучастии уже задерживают. Взяты под стражу отец и брат одного из террористов-смертников, участника атаки на концертный зал Батаклан. В доме, где они жили, проводится обыск. В соседней с Францией Бельгии также задержаны трое подозреваемых. Газета «Суар» сообщает, что наследно вела машина с бельгийскими номерами, брошенная у места преступления. Еще один автомобиль, и тоже из Бельгии, который может иметь отношение к террористам, обнаружен у парижского кладбища «Перлашест». А сербская газета «Блиц» на основании найденного у одного из террористов паспорта проследила перемещение подозреваемого в организации атак гражданина Сирии, который в составе группы беженцев прибыл в Грецию, а оттуда в Хорватию и Австрию. В самой Франции журналисты уже говорят, случившееся это эхо правительственной политики заигрывания с террористическими группировками. В декабре 2012 года министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус сказал, что Аль-Нусра выполняет в Сирии полезную работу, и что террористы Аль-Каиды выполняют в Сирии полезную работу. Теперь для понимания надо видеть общую картину. Сначала они поддерживали террористов, использовали терроризм для осуществления смены режима, а теперь все это вернулось бумерангом. Поэтому сейчас я призываю всех к тому, чтобы в связи с произошедшей трагедией провели глубокий анализ и дебаты на тему, что подобную политику следует прекратить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!